Группа Лошин перегрелась на солнце. На днях гелсбенд Баян Есентаевой закончил съемки своего очередного клипа. Творческий процесс проходил сначала в Алмацинском историческом музее, а затем девушки перекочевали на улицу. Знойная летняя жара, пыль, духота – вот с чем пришлось бороться исполнительницам на протяжении 7 часов. Да еще и на голову барышням водрузили железные парики весом в 6 килограммов. В общем, справились с такими поистине спартанскими условиями, увы, не все. Было очень жарко, душно, пыльно, но несмотря на это снимали. Мы снимали где-то 7-8 часов на жаре, на улице. А бота у нас такая маленькая, еще и хрупкая, она заболела и попала в больницу. Бота сейчас чувствует себя хорошо, уже в норме, приходит в себя. Бота, мы тебя любим, выздоравливай быстрее. Без тебя мы не как Сары. Кстати, образы певиц, подобранные Баян Максатовной и дизайнерами Айба Пани и Айжан Калиевой, по душе пришли с ней всем. Как только продюсер выложила в свой инстаграм фотографии девушек в балахонистых комбинезонах, злобные подписчики, так любящие разносить в пух и прах все, что бы им не показали, тут же разразились в нелицеприятных комментариях. В основном все писали то, что мы пародируем Жанарду Галову. Про костюмы говорили, что это, что за мешок, ну не знаю, не поняли. Надеюсь, в клипе это будет видно, потому что у нас хореография была вообще такой, мы все время как шаманы вот так вот двигались, поэтому нам костюмы шили такие большие, чтобы видно было движение. Между тем, работать над новинкой Баян Есентаева доверила солисту группы Орда Ербулату Бедельхану. Ну а сюжет клипа Girls Band держит в секрете, намекнув лишь на то, что он будет пропитан духом патриотизма. Остальное, говорят участницы коллектива, увидите уже на следующей неделе. Что ж, с нетерпением ждем выхода клипа и желаем Боте скорейшего выздоровления.